вальс чересчур официально танго слишком много страсти фокстрот не слишком ли ретро придумала давайте сегодня познакомимся с таким танцевальным направлением как американцы почему же случилось так что american smooth очень быстро стал популярным все просто кинематограф сейчас объясню если мы возьмем стандартную больную программу то оказывается что большую часть времени партнеры находятся лицом друг другу так называемой закрытой позиции такой кадр снять непросто потому что каждый раз во время движения танцовщики будут спиной камере что же делать на помощь приходит american smooth променады повороты взмахи руками балетные вращения и даже кажется несколько движений из латиноамериканской программы с таким набором элементов можно снять незабываемый кадр саша мне всегда было интересно когда смотришь какие-то вручения например премию оскар и тут видишь хороший такой поставленный танец я всегда думал что это такое вальс не вальс танго не танго и вот совсем недавно узнала что есть такое направление как american smooth и я надеюсь что у нас сегодня получится с тобой выучить какую-то красивую такую связку достойную церемонии оскара потому что конечно танец очень красивый такой прям вот для принцесс и я надеюсь ты мне сегодня в этом поможешь да я помогу american smooth для этого специально создан мы будем танцевать замечательный танец вальс это король танцев на мой взгляд вальсов american smooth 2 есть еще венский вальс это обычно последний танец но он самый веселый самый зажигательный а первый танец медленный вальс мы сейчас разучим маленькую комбинацию покажу тебе все но я правильно понимаю что это вот не только вальс раз да ты а еще с какими-то украсим чем-то но вальсы подразумевает под собой во первых характер музыки три четверти да и любое любая музыка три четверти ты будет вальс как уже мы будем двигаться под нее это будет от нас зависеть но конечно есть что-то другое начнем можно да да можем начать мы начнем с основы это будут квадратики вальсе что в american smooth что в европейских танцах основа это квадрат они называются бокс american smooth танец который создан специально для того чтобы делать шоу американцы любят шоу они все любят яркое делать и хотят чтобы это было просто и чтобы это было шоу вот как раз american smooth это направление где все очень ярко и шоу американский смуз что это это сказка для взрослых он нежная воздушная романтично он немножечко оторванный от реальности вот от повседневных будней и знаете это очень важная часть жизни фантазии и мечты это тот дар который есть у человека что это такое это продолжение детской игры но которая происходит уже в нашем воображении согласитесь у каждого из нас есть мечты и фантазии вот которые могут показаться нелепыми если о них рассказать слух поэтому мы про них никому не рассказываем есть какие-то вот тайны и фантазии и мечты и вот есть часть фантазии которые можно воплотить в реальность побывать в сказке знаете как говорят все мы взрослые мальчики и девочки что это значит есть такая модель в психологии вот внутри каждого человека есть внутренние взрослые внутренние родители внутренний ребенок да наш внутренний взрослый может быть очень взрослым наши внутренние родители может быть очень хорошим родителем и при этом внутри каждого из нас есть ребенок который что хочет хочет в сказку шаги будут назад в сторону на месте затем другой ноги вперед в сторону и на месте это маленький квадрат мы сейчас несколько раз его сделаем чуть-чуть побыстрее потому что музыка быстрее 1 2 3 1 2 3 1 молодец 3 и 1 2 3 замечательно теперь встанем в пару пара очень похожа на европейские танцы и позиция у нас закрытая мы держим друг за друга это опять же сейчас этого делать не нужно мы просто ровно находимся в этом положении ноги нужно немного смягчить чтобы было удобно делать вот это вот подъемы и спуски и то же самое станцуем сейчас в этой паре 1 2 3 1 2 1 сегодня american smooth исполняют как профессионалы так и любители которые хотят открыть для себя что-то необычное и элегантное во втором случае нужно понимать что это танцевальное направление требует больше собранности и дисциплины чем например сальса или хасл все-таки не зря american smooth это микс из стандартной программы бальных танцев это маленький квадрат теперь нужно сделать большой квадрат и мы будем двигаться вместе поворачиваясь раз-два-три раз-два-три это фигура из европейских танцев в american smooth она точно такая же два три раз два три молодец раз-два-три раз-два-три шагать надо просто стараться да обычные шаги совершенно человеческие как мы привыкли шагать в жизни потому что сейчас немножко двигалась таким образом по полу то есть именно прям шагать просто шагать без всяких разных каких-то выдумок это должно быть естественно если не было никакого опыта это хорошо нужно использовать просто ну как сказать возможность своего тела и делать это не 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 придумывать потому что часто думают что танцевать это делать как-то так это царь это это ходить двигаться под музыку двигаться нужно абсолютно естественно это и 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 Со стороны American Smooth кажется не очень сложным танцем, но, как всегда, простота обманчива. Чтобы добиться этого воздушного ощущения и гладкого скольжения по танцевальному паркету, нужно хорошо владеть своим телом от макушки до самых кончиков пальцев ног. Представляете, какая сложная координационная работа? На мастер-классе мы начали с самого простого – основной шаг из вальса и несколько фирменных движений из American Smooth. В итоге, после 45-минутного занятия, приятное ощущение проработанности мышц во всем теле. Ну, а сейчас мы сделаем движение, которое конкретно из American Smooth, а не из европейских танцев. И это движение называется Twinkle. Оно очень интересное, потому что, когда мы танцуем Twinkle, мы разворачиваемся вот так в променантную позицию. И дальше будем двигаться вот в таком положении, разворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Прекрасно. Делать мы это будем сейчас в открытой позиции, это учебная позиция. Шаги будут следующие. Начало как только что в квадрате, который мы танцевали. Раз. Два. А затем нужно повернуть немного бедра и сделать шаг на месте. Дальше у нас будет три шага. Все время вперед, затем в сторону и снова на месте. Снова вперед, в сторону, на месте. Это уже, как сказать, более продвинутый вариант Twinkle. На самом деле Twinkle танцуется один раз. Сейчас это просто мы для тренировки делаем это движение. Кому может быть интересно это танцевальное направление? Тем, кого, что называется, заели серые будни. То есть бывает так, что в жизни есть какие-то объективные проблемы. Но может быть и другая ситуация, когда вроде бы все хорошо, но это перестало радовать. Знаете, как в анекдоте, когда покупатель приходит к продавцу и говорит, вы продали мне бракованные новогодние игрушки, потому что они меня не радуют. Бывает так, что вроде бы в жизни все нормально, но это перестает радовать. Хочется чего-то необычного, яркого, сказочного, красочного, шоу, так сказать. И чтобы не превращать в шоу свою повседневную жизнь, чтобы сохранить вот те плюсы, которые есть. Все-таки наша повседневная жизнь должна оставаться повседневностью, она не может и не должна быть сказкой, не может и не должна быть шоу. Просто в своей жизни можно отвести вот такое место, в котором можно позволить себе воплощение вот этой сказки, воплощение мечты. Два, три, раз, два, три. Молодец. Попробуем теперь в закрытой паре это сделать. Это уже сложнее, я не смогу подсматривать за ногами. Попробуем. И раз, два, три. Раз, два, три. Отлично, еще раз. И каждый раз с правой ноги нужно начинать. Мне понравилось, один преподатель сказал, что девушка всегда права, поэтому она всегда шагает с правой ноги. И очень удобно запомнить для всех это действие. Мягкие колени, у нас вальс, и мы двигаемся. Раз, два, три. Раз, два. Еще раз сразу же. Раз, два, три. Все сложно. Вообще на ногах стоять сложно. Когда человек приходит в зал, он вроде бы пришел сюда, принес себя нормально, не было проблем. А когда говоришь, сделай два шага, он падает, начинает, но хотя бы это те же самые два шага. Я не знаю. Но повороты, как всегда, крутиться сложно. Сложно делать большое движение активное. Потому что если на первоначальном этапе фигуры просто обычными человеческими шагами танцуются, там не нужно никаких специальных умений. А когда танцуешь профессионально, когда ты стараешься сделать по технике все, то включается все полностью. Стопа, колено, бедро, корпус, обязательно рука. То есть это активнее. Наверное, вот это сложно. То есть это заполнение называется. Сейчас нам нужно будет сделать еще более, как это сказать-то, развитое это действие. Но прежде чем мы это сделаем, мы станцуем все вместе. У нас будет маленький квадратик, два раза, затем большой, и потом вот этот вот твинкл тоже два раза. Я предлагаю сделать это под музыку сейчас. Давай попробуем. Раз, два, три, просто шагаем. Прекрасно. И большой. А теперь твинкл. Твинкл пока мое любимое движение. Обратите внимание, кто часто выбирает этот танец для исполнения. Молодожены, этот танец часто исполняется на свадьбе. Почему? Свадьба – это прекрасная сказка. Сказка любви. И до того, как молодые окунутся в повседневность, столкнутся с какими-то бытовыми проблемами, им нужно побывать действительно в этой сказке и насладиться той частью отношений, которая связана с романтикой. Так что в американский смуз можно идти и в начале отношений, как раз когда вы на пике романтики, или наоборот, когда вам хочется отношения как-то обновить, освежить, когда отношениям уже много лет, они вошли в какую-то колею. Вот и хочется снова какого-то всплеска чувств, всплеска романтики. Субтитры создавал DimaTorzok Любой психолог подтвердит, парные танцы очень полезны с точки зрения эмоциональной разгрузки. Если вы приходите на занятия со своим постоянным партнером по жизни, то это дает возможность разрешить какие-то конфликты на невербальном уровне и открыть друг друге новые стороны. Если же вы занимаетесь другом, коллегой, подругой или даже с тем партнером, с кем вы только что познакомились в танцевальном классе, то у вас есть шанс научиться взаимодействовать с противоположным полом так, чтобы вас понимали без слов. Нам обязательно нужно, чтобы здесь было стремление в ту сторону, не забирать руку на себя, да, немножко вот туда чуть-чуть партнеру давать, чтобы я чувствовал вот здесь это состояние. То есть так легче, потому что так я как-то вот, да, я почувствовала, что у меня здесь было напряжение. Свободно она опускается вниз, да, не совсем, не зажимается, конечно, она, естественно, и вот вперед. И в том числе, когда мы делаем тринкл особенно, здесь не должно происходить каких-то изменений. Нашей позиции мы должны остаться ровно, разворачивая только нижнюю часть. Как раз еще один комментарий хотел сделать по поводу стоп. Очень важно, очень ценится аккуратное собирание ног. Это шестая позиция в танцах, и нужно каждый раз стараться делать эти самые шаги так, чтобы ноги собирались. И когда танцуем тринкл, в том числе, не может быть какого-то такого разворота. Ну, он может быть, конечно, но так как это все-таки такой танец, которому учатся, которым развиваются и занимаются, в Американсмус просит, чтобы ноги вместе собирались каждый раз, когда мы делаем шаги прямо аккуратно и аккуратно. Ну, Американсмус имеет, конечно, отличие, там, в зависимости от европейских танцев. Потому что музыка та же самая в Американсмус, тот же вальс, тот же танго, и девушки танцуют в похожих платьях, они длинные, большие такие. По-разному делают, конечно, тут они делают пышных, просто делают, как вечернее платье. Единственное, девушки не делают всяких себе сюда штук, потому что они там машут руками, делают повороты, и можно запутаться. Поэтому, как правило, для Американсмус у партнерши платье без всяких разных лент, а мужчины в европейских танцах танцуют в афраках. Видели такие, наверное, да, как пингвины такие вот. То Американсмус во афраках не танцует, танцуют в пиджаках, либо в жилетках, ну, чаще всего пиджаки классические. Конечно же, бабочка или галстук, это уже кто как нравится. Вот, но мода идет, все меняется. Раньше танцевали в одном, я думаю, что скоро будут танцевать в чем-то еще. Осталось одно движение, на самом деле, оно будет завершать нашу хореографию. Это «Box with the underarm turn». I speak English very well, you hear it. Это шутка, конечно, я очень мало говорю на английском, но это движение могу сказать. Это квадрат с поворотом под рукой. То есть маленький квадрат называется «Box with the underarm turn». Можно перевести как проход или поворот под рукой. Для того, чтобы сделать это движение, нам нужно будет научиться одному шагу специфическому, потому что сейчас мы будем все время идти вперед, вперед, вперед. До этого все время мы ходили то вперед, то в сторону, а здесь будет движение вперед. Я попрошу тебя встать рядом со мной, вот здесь. И начиная с левой ноги, сделать в направлении зеркала два раза по три шага. Первый раз будет с левой, будет так. Раз, два, три. И потом с правой. Раз, два, три. Это удивительные шаги, на самом деле, да, очень сложные. Но когда мы двигаемся, нам обязательно нужно будет сделать вот это вот самое состояние вальса. На раз мы будем двигаться на одном уровне, на два немножко вырастать наверх, и затем на три мы будем снова как бы сверху снижаться вниз. Получается такая вещь. Раз, немного наверх, два, затем вниз, три. И опять раз, немного наверх, два, вниз, три. Это очень важно для вальса, мы должны это соблюдать. И вот в шагах вперед это немножко сложнее, чем просто. Ну, справишься, да? Да, попробуем. Попробуем. С левой ноги. И раз, два, три. Раз, два, три. Когда мы танцуем американские смузи, мы находимся в определенном образе, можно сказать, сказочном. Какой образ прекрасной принцессы или прекрасного принца. Вот это возможность посмотреть на себя и на своего партнера другими глазами. Вот увидеть в себе что-то прекрасное в себе и в своем партнере. Понять, что да, мы не живем в сказке, мы не принцы и принцессы, но какая-то часть нашей жизни является сказкой. Какая-то часть нас является принцем или принцессой. И вот эти части, они вполне могут находить воплощение. С осторожностью подходить к занятиям я бы посоветовала тем начинающим танцовщикам, у кого есть проблемы с коленями. Чтобы добиться плавности в танце и уверенно ловить баланс во время какой-нибудь связки, приходится активно амортизировать себя именно коленями. Ну и, конечно, выходить на паркет во время обострения хронических заболеваний я бы не посоветовала ни профессионалам, ни любителям. В целом, американ смуз – это нелегкое, но достаточно щадящее танцевальное направление. Все движения в нем анатомически оправданы, поэтому я надеюсь, что травмы вы не получите. Важная часть любовных отношений – это идеализация. Что такое идеализация? Это возможность видеть идеальную часть в своем партнере. Что здесь важно? Это идеальная часть, она может быть придумана, и мы сами себе нафантазировали. А может быть, это действительно то, что принадлежит нашему партнеру. Вот если мы что-то про партнера себе там нафантазировали и придумали, это не совсем хорошо, потому что в любом случае нас ждет разочарование. Вы знаете, вот часто приходят к психологу с такой проблемой, говорят, мой партнер меня предал, а на самом деле оказывается, что это было не предательством, просто партнер не соответствовал ожиданиям, но он же не должен был им соответствовать. И вот такая форма идеализации, она не совсем правильная. Есть идеализация здоровая, когда ты в своем партнере можешь видеть часть прекрасного, которая вот есть у каждого из нас. Вот американские смузи – это красивое танцевальное направление, знаете, такое глянцево-красивое, оно очень сценическое, действительно такое шоу. И в американском смузи мы показываем вот самое лучшее и видим самое лучшее в партнере. И вот эта возможность и самому побыть в идеализации, что это, когда на меня смотрят с восхищением, что это, когда меня идеализируют, могу ли я брать себе позитив. Вы знаете, какой есть парадокс? Вот мы готовы встретиться с негативом, то есть если как-то нас обесценят, нападают, критикуют, но у нас есть уже заведомо готовые фразы, и в серии сам такой. Но когда мы встречаемся с позитивом, мы иногда теряемся. И вот если человеку говорят не гадость, а что-то хорошее, он не знает, как среагировать. Некоторые люди даже плачут, плачут от того, что приятно. И вот когда ты танцуешь смузи американские, и когда ты находишься вот в такой идеализации по отношению к тебе, можешь ли ты принять вот этот позитив? Что это, когда на тебя смотрят восхищенные глаза? И можешь ли ты с восхищением смотреть на других людей? Танцы дают возможность быть здесь и двигать своим телом, потому что мы часто вообще не замечаем, что у нас есть тело, так вот смотрим из головы, что руки-ноги есть, и ими что-то можно делать. Ну и второй момент, танцы дают опору на земле, потому что мы привыкли все делать руками, мы всю жизнь все делаем руками. Мы встаем с помощью рук, мы двигаем себя с помощью рук, и когда человек начинает танцевать, он пытается все делать с помощью рук, а танцевать нужно совершенно другим. Поэтому танцы дают ощущение себя не сверху, а больше в центре вместе с землей. Вот так American Smooth очень хорошее ощущение этого дает, потому что там активное движение вверх и вниз, и вообще просто смещение корпуса во время движения. Раз, два, три. И затем будет этот самый поворот. Вот из такого положения мы не сможем никуда пойти, потому что мало места, и мы делаем специальное дополнительное действие, ну я, по крайней мере, делаю, я освобождаю пространство и отхожу. Посмотри, как будет. Раз, два, три. И между нами образовывается пространство. И куда же мне идти? Дальше. Вот здесь уточнение, потому что преподаватели по-разному говорят. Кто-то говорит, что первый шаг, можно идти вперед сразу же. Кто-то говорит, что можно пойти сразу же мимо партнера. Это уже кому как нравится, это выбирают все по-разному. Мне нравится идти сразу же мимо, не ходить на партнера. Получается, что, представь, как будто здесь кто-то стоит, и нужно будет сейчас вот этими шестью шагами пройти вокруг. А что делаю с рукой? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Пока опусти ее, сейчас пройти, а потом расскажу про руку, потому что руки с ногами сложно координировать. И раз, два, три. Обходим, обходим еще вот туда. А, то есть я должна двигаться... Не вокруг меня, получается, что... Под рукой, вот так вот. Вот таким образом, да. И не то чтобы под рукой, рука будет спокойно здесь, и она будет практически все время оставаться перед лицом. То есть будут шаги с левой ноги. С левой, с левой. Это левая, да? Прекрасно. Раз, два, три. Продолжаешь туда идти. Раз, и возвращаешься ко мне. Два, три. И в конце мы делаем вместе вторую половину маленького квадрата сразу с этой ноги. Раз, два, три. И где мы закрываемся и встаем обратно в закрытую позицию. Да. Да? Попробуем сейчас. У некоторых людей есть проблема с идеализацией. Очень трудно партнера идеализировать, увидеть в партнера идеальное участие. Почему? Есть такая фраза, циник – это разочаровавшийся романтик. Вот если в жизни уже было какое-то разочарование, связанное с идеализацией, мы боимся идеализировать. Мы говорим, нет, лучше я заведомо решу вот про партнера что-то плохое, пусть я буду потом приятно удивлен, чем разочарован. Нет, важно сохранять здоровый баланс, видеть в партнере и то плохое, что есть. Ну, все без, да, нет людей без недостатков, в каждом партнере это есть. Но при этом в партнере есть и часть вот эта идеальная, прекрасная, очень важно её видеть. И это важно не только для вас, но для партнёра и для будущих отношений. Почему? Потому что люди бессознательно соответствуют нашим ожиданиям, и лучшим, и худшим. Вот если в лучшем из людей вы начнёте видеть чудовище и ждать, что он будет чудовищем, вы спровоцируете его на то, что он будет вести себя как чудовище. Очень частая ситуация. Девушка начинает подозревать своего молодого человека в измене. Он моногамный, он верный, он нацелен только на неё. Но она так изводит его подозрениями, что она его провоцирует на реальную измену. Потом он говорит, ну я же говорила. Нет, а на самом деле она его спровоцировала. Вот точно так же, если мы в партнёре видим худшее, мы провоцируем его на то, чтобы проявлялось это худшее. Если мы умеем видеть в партнёре прекрасное, то мы помогаем этому прекрасному выйти. И знаете, вот очень важно иногда человеку, чтобы кто-то увидел в нём вот эту прекрасную идеальную часть. Тогда он сам больше приходит с ней в контакт. Вот глаза другого человека для нас как зеркало. Если другой человек видит нашу красоту, нашу прекрасную часть, которая есть в каждом человеке, даже в худшем из людей, что называется, есть эта прекрасная часть. То есть, поверьте, я работала в наркологии, я работала с героинами, метадонами, наркоманами, которые были уже на грани, у которых было криминальное прошлое. И в каждом из них была вот эта прекрасная часть. Она есть в каждом человеке. И если вы её видите, вы помогаете человеку почувствовать и раскрыть себе эту прекрасную часть. Раз, два. Продолжайте вокруг. Молодец. В пару. Теперь два маленьких. Рука у нас открывается каждый раз. Вот, прекрасно. Ещё один маленький. Теперь большой. Один большой. Да, один большой. И теперь тринку. Два раза мы станцуем это движение. Это моё любимое движение. И, допустим, всё с самого начала, снова продолжая танцевать всю эту вариацию. Это можно менять между собой фигуры, последовательность. Потому что, если я станцую снова, например, то будет понятно, что я опять приглашаю на это движение. Я немножко запуталась. Это ничего страшного. Можно сразу же станцевать двинку. Это тоже понятно, как это танцуется. По ведению, по взаимодействию. Вот, выгодно. Саша, спасибо большое. Я поняла, что вальс танго можно немножко расширять, миксовать. И получается действительно интересный танец, который хочется танцевать. В котором чувствуешь себя женственной, красивой. То, чего, может быть, даже в жизни не хватает некоторым. Мне очень понравилось. Спасибо. Пожалуйста. Очень рада была рассказать. Если вам нравятся романтические комедии, и вы жаждете оказаться на месте главных героев, то такое танцевальное направление, как American Smooth, это именно то, что вам нужно. Блеск и гламур классического Голливуда. Что может быть лучше? Блеск и гламур классического Голливуда. Орм apa-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok